Радио 54 Впервые в Сибири легенда мирового брейкданса Би-Бой Айрон Манки из США Да, представьте себе Игорь, как вам удалось его заполучить? Ой, на самом деле, нелегко его заполучить, у него довольно плотный гастрольный график Но наша Надя, которая чемпионка мира в брейкинге Не стесняйся, расскажи все Она его знает лично Да, они знакомы лично, они очень хорошо общаются И Надя такая, Сибириан пельмени, come on Да, примерно так, да, приезжаешь, что у нас очень круто Мы бы очень хотели тебя видеть, Сибирь любит тебя и ценит И он говорит, ну хорошо, специально для вас я даже возьму меньше гонорар О, ничего себе Дорогое удовольствие, да, такие гости? Довольно таки А почему две команды, вы и Москва, это ваши друзья Джекгард? Джекгард это, ну такая легенда, наверное, в танцевальной культуре В стрите Почему именно они? Потому что они очень хорошо совмещают стрит направление и театральную сцену Ребята очень интересно импровизируют У них такие большие эксперименты, емкие проекты Они известны тем, что участвуют, ставят для танца на ТНТ Такого вот проекта танцевального Они самые интересные, пожалуй, сейчас самые экспериментальные И поэтому именно они А вы же тоже к этому пришли Тоже начинали со стрита, да, фанки стайл Да, просто были танцы А потом вы перешли тоже в какие-то театральные постановки Да, так и есть И мы будем кусочек своего спектакля как раз показывать на галоконцерте Мы откроем программу Ну и вот, наверное, из этих соображений, что мы чем-то похожи Захотелось с ними познакомиться поближе самим Познакомить город с их творчеством И вот в таком концепте представить фестиваль То есть это будет не просто танцы, это будет синтез танца и театра Да, именно так Расскажите, может быть, какой-то спойлер Какую историю вы зашифровали в танец Хоть одну, хоть чуть-чуть В нашей постановке мы зашифровали, наверное, развитие команды Сжато И подаем его, ну, как бы Как эволюцию в целом Развитие своей команды, да, фанки стайл? Да, то есть развитие нашей команды, развитие наших отношений Оно схоже как-то вообще в целом с развитием человечества Мы сначала знакомимся, да, приглядываемся друг к другу Полагаясь на инстинкты, на внутренние какие-то ощущения Обнюхиваете, да, трогаете Типа того, да, именно так И в постановке мы руководствуемся как раз инстинктами Потом мы переходим на общение, на уровни звуков На уровни ощущений И только потом мы узнаем друг друга ближе Притираемся, входим в какой-то полный контакт И все это переливается в танец Вчера официально сказали, что в 2024 году Брейк-данс будет представлен на Олимпийских играх Да ладно? Обалдеть! Еее! Поздравляем, Игорь, слушайте, это очень круто Очень хочется, да, планируем Как попасть на Олимпиаду от России? От России? Ну, будут чемпионаты России Будет формироваться сборная обязательно И Олимпийский комитет То есть на танцы, на ТНТ не обязательно ехать Да какие танцы теперь-то вообще? Серьезно, есть шанс, да, у нас? Вы всей командой будете пробоваться? Ой, нет, мы, наверное, не будем от себя пробоваться Мы будем как раз Индивидуально Молодое поколение представлять Вот что касается молодого поколения Вы ведь давно уже занимаетесь преподаванием Я вспоминаю, я видео смотрел С какого-то выпуска, что ли, школы или что В отдыхе это было Там просто сумасшедшее количество людей Которые все танцуют Ну, не просто так А они все танцуют хип-хоп Со стороны это, конечно, смотрится просто ошеломляюще Вот по-прежнему у вас такое же количество учеников? Или вы как-то сократились все-таки? Мы не сократились, мы помолодели Вот это однозначно Раньше это был мейнстрим подростковый А сейчас это прям детский бум Не сбавляется волна количество участников Потому что, ну, как повторюсь, много других появилось направлений Не менее интересно Направлений появилось на самом деле очень много Очень сейчас популярен дэнс-холл Очень популярен вок Но брейкинг, он по-прежнему является самым физически сложным, пожалуй И это все равно привлекает парней Да, если парни, как правило, не танцуют То брейк-данс это все-таки что-то близкое к спорту Близкое к такому бойцовскому духу даже Поэтому парней это привлекает Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова